Девочка-пай Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, девочки! Добро пожаловать в бойцовский клуб! Напоминаю, что в нашем бойцовском клубе такие же непредсказуемые участники, как и блондинка, которая перестраивается в левый ряд. В нашем бойцовском клубе шутки такие острые, что одного из членов жюри уже побрили. Ну и юмор в бойцовском клубе такой же тонкий, как и талии у наших зрительниц. Добро пожаловать в бойцовский клуб! В двух словах о схеме сегодняшней игры. В игре принимают участие 4 коллектива, которые борются за главный приз – 1000 долларов США. Ну, а говоря женским языком, это примерно 2000 походов за хлебом или 2 похода за хлебом мимо магазина с косметикой. Так, тем не менее, пока обладателями 1000 долларов является наше многоуважаемое жюри, которое я спешу представить. Итак, в фильме про казаков этот человек мог бы сыграть как Атамана, так и Кашевого. Евгений! Евгений Кашевовой! Если пофантазировать и представить себе украинский хит-парад, то, наверное, Таисия Повали – это золотой голос украинской эстрады. Пономарёв, Александр, наверное, серебряный голос. Может быть, Тина Кароль, бронза. Ваши аплодисменты – чугун украинской эстрады Дима Калиненко! АПЛОДИСМЕНТЫ Подстрелянные спортивные штаны, растянутый свитерок Бойс. Многие сейчас подумали, что я описываю выпускной костюм Евгения Кашевого. Но нет, это каждодневная спортивная форма Витальки или Гарри Гбирча у нас сегодня в жюри. Единственный айфон, на котором вместо яблока надкусанный солёный огурец есть только у него – Александр Журин «Уездный город». Хочу обратиться к девчонкам. Девчонки, вы не забывайте, у вас не случайно с собой мобильные телефоны, на которые, надеюсь, вы закачали наше приложение. И с помощью этого приложения в течение всей передачи можете голосовать за тот коллектив, который вам понравился. Тот коллектив, который больше всех наберёт ваших голосов. Сегодня и пойдёт на места для поцелуев, на которых у нас две принцессы – Каролина Ашион и Василиса Фролова, ведущие телешоу на канале ТЭД «Тётки и Шмотки». Или, как бы сказал Николай Азаров, «Титки и Шмидьки». Ну да бог с ним. А за поцелуй Каролины Фроловой, тьфу-то, Василиса Ашион, короче, за поцелуй этих прекрасных королев сегодня будут бороться ДТП «Луганск». Виай-пи «Тарнопик». Привет, бойцовские! Макс Ляховецкий, Лисичанск. Триот «Идиот» Смоленск. Давайте начнём. Первый раунд в бойцовском флоре. Следующие наши участники очень любят приезжать в Киев. Им нравится смотреть с Печерска на Днепр, подниматься на Европейскую площадь на фуникулёре, но больше всего они любят отрываться во фридами. Триот «Идиот» Смоленск. Встречайте. Добрый вечер, добрый вечер, дорогие, самые красивые, самые лучшие девушки. Для вас Триот «Идиот» Здравствуйте! Давайте сразу же представим. Три часа ночи, одна влюблённая пара. Ленка, ты у меня такая офигенная. Спасибо. Ты такая ципандра. Спасибо. Ты раскрученная. Спасибо. Ты прямо кручён Василиса Фролова. Правда? Я отвечаю вообще. Слушай, пойдём. Нет. Да пойдём. Да я так не могу. Да пойдём. Но я стесняюсь. Да что ты стесняешься? Пойдём. Ну вдруг они чего-нибудь скажут. Да это кусты, что они тебе скажут? Пойдём. А прямо сейчас всё очень просто. На остановке. Алё. Алё, да. Привет, Ольга. Это Лена, да. Вот, ну где ты сейчас? Шт. Шт. Как? Бляй, кто это? Андрей. Неа. Руслан. Неа. Вацген. Ну нет же. Антон. Снова мимо. Игорь. Ну нет. Серёжа. А следующая ситуация могла произойти только в смоленской семье. Пойдём, пойдём. Папа, познакомься. Это Лёша. Он будет жить со мной. Саша, ты чё, гей, что ли? Бать, ты чё такое говоришь? Бать, ты думай, чё ты говоришь? Ты сначала думай, потом говори. Лёха, гей, я нет. А любой пятничный вечер в мужской компании проходит именно так. Пацаны, ну не пропадаешь. Пацаны, ну не пропадаешь и пятница, да-да-да. Да, конечно. Да-да, надо девчонкам звонить. Давай-давай-давай, звони-звони-звони-звони-звони. Я Катьке звоню. Катьке. Давай. Катька мощная. Мощная. Первый размер. Алло, Кать, привет. Привет, да, это Максим. Ну что ты делаешь? Придёшь к нам сегодня? И подруг пусть с собой возьмёт. А, слушай, подруг возьмёт. Сколько? Четыре. Ты охренёл? Четыре. А тебе сколько? Пять. Пять. Четыре. А, Лёля, ну девять. А, не придёшь? А подруги придут. А, слушай, а подруги... Трубку положила. Вот казань. Слушай, Макс, мне моя звонит, на, скажи что-нибудь. Чего я скажу? Я не знаю, скажи. Алло, Люд, привет. Да-да, не-не-не, его нету. Он уехал, да, спать, да. А, палец вниз. А, не-не-не-не, а телефон вот здесь оставил. Да, вот так хорошо, прям окей, нормас, вдолбили. А-а-а, крутые мы, да. Чё? Шо мы делаем? А мы со щекастым на кухне сидим, пива с кривитулями давим. К нам хочешь приехать? Давай. Что? Дорогие друзья, зачем мы всё показали, весь целый блок пропитанный любовью? Потому что любите друг друга! Самый красивый город, в котором живут самые красивые девушки! Триот, идиот, и свалетка с любовью, спасибо! Триот, идиот! Эти парни настолько крутые, что коктейль, секс на пляже они не пьют, а сразу показывают. Во всех своих выступлениях вы говорите, что Киев это очень красивый город, в котором живут самые красивые девушки. А что вы можете сказать о Смоленске? Про свой родной город? Про свой родной. Вы знаете, есть устойчивое выражение, увидеть Париж и умереть. Но вот мы, как смоляне, скажем честно, друзья, нахрена переплачивать? У нас в Смоленске у многих сердце даже на вокзале останавливается, поэтому приезжайте к нам, не нужно вам заморачиваться. Спасибо Триотам за приглашение, ждём вас всех в Смоленске. Триот идёт. Вы знаете, порядочные девушки, как правило, на первом свидании не целуются. Но сейчас уже можно. Почему? Потому что второй раунд в бойцовском клубе! А следующий наш участник обещал зацеловать Василису Фролову и рассмешить до истерики жюри. Молодец! Главное, ничего не перепутать. Макс Лиховецкий из Личанске. Добрый вечер, Киев! Ну что, девчонки, будем знакомиться. Меня зовут Макс, мои шутки. И, естественно, начнём о вас. Итак, девушка, которая пришла на вечеринку без подруги, так и не смогла сходить в туалет. И хочется, и колется. Зоофил Сергей так и не знает, что делать с ежом. Но очень страшная девушка в надежде тусуется возле виноводочного магазина. Ведущий прогноза погоды попал в больницу с температурой 38-40. Возможно, с прояснением. Близорукий дятел долбит на удачу. Самолёты, которые совершили аварийную посадку, должны проветриваться чаще, чем обычные. Отец многодетной семьи, ну, на всякий случай, спит в презервативе. Криминальная новость. Ограблена квартира знатока игры «Что, где, когда» Александра друзья. Поэтому обладателем «Хрустальной совы» становится житель Троещины. Физрук не смог больше терпеть и пописал прямо с каната. Если игру киевского «Динамо» посмотреть наоборот, можно увидеть, как они сводят игру к ничьей. И в завершении. Когда алкоголику Петрову вырезали аппендицит, хирург слышал, как печень шептала «Помогите». Девочки, с вами был Макс Ляховецкий. И так хочется эту же фразу повторить завтра утром. Спасибо. Макс Ляховецкий. Боже, девочки, будьте бдительны и аккуратны. Макс настолько хитёр, что может провести кого угодно. Даже корпоратив. Макс Ляховецкий. Ваши аплодисменты. Макс, отличное выступление. Поздравляю. Слушай, скажи, у тебя вот все шутки попадают на сцену или есть, которые остаются в запасе? И почему они там остаются? Ну, есть, конечно. Ну, например, фраза «Я сейчас тебе дам» звучала бы не так угрожающе, если бы она не звучала в гей-клубе. А, я понял, на второй вопрос можешь не отвечать. Макс Ляховецкий, город Лисичанск. Вы знаете, я больше всего люблю рубрику «Набис». Вот многие голосуют за эту рубрику в интернете или, не знаю, звонят по телефону, но мне больше всего нравятся письма. Вот открываешь письмо, а там, пожалуйста, покажите наш номер, любимый наш номер «Набис». И так аккуратненько прикололи 100 долларов. Конечно, исполняем номер «Набис» в бойцовском клубе. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, бойцовский клуб. Братья Шумахеры снова с вами. Списание для вас. Вы знаете, друзья, хотелось бы показать один номер, который нам очень нравится. Есть такой замечательный писатель-сатирик. Его зовут Михаил Задорнов. Он известен тем, что больше всего в жизни он не очень любит американцев. Поэтому представьте, что Михаил Николаевич Задорнов все-таки приехал в Америку и зашел в самый обычный американский ресторан. Ну, топая страна. Топицы. Это ж надо ресторан назвать «Хэппи Хот-дог». Счастливая горячая собака. Ее жарят, она счастлива. Топицы. Страна торгашей. Куда здесь можно сесть? Сюда сяду. А, hello. Hello. How do you do? Иду, иду. Ты тоже иди сюда. Давай. Окей. Do you speak English? Yes. Yes. Замечательно. Я голодный. Понял? Я голодный. Я есть хочу. Я есть. Как по-английски «я есть» будет? А? I am. I am хочу. Понял? I am. I am ЮАР. I am ЮАР. Какой ЮАР? ЮАР — это в Африке. А я русский. Голодный. А в Африке голод. Да, я из ЮАР. Тебе так понятней будет. I don't understand. Don't understand. Don't understand. Ты что, благородных кровей, что ты don't understand? Как тебя зовут? Sorry. Sorry? Какое тупое имя. Sorry. What is your name твой? Name? Мигель. Мигель Артега. Что? Ты был в Артеке? Садись. Садись. Я тоже был в Артеке. Помнишь меня? Помнишь? Я Михаил. Nice to meet you. Настю, Митю. Всех помнишь? Молодец. А меня? Меня помнишь? Я Михаил. Майкл. Какой Майкл, придурок ты, тупица. Михаил. Задорнов. Задёрнул. Я тебе сейчас задёрну тут. Упырь твердолобый. Я русский, понял? Русский. А-а-а. Юрашин. Юрашин. Какой Юрашин? Задорнов, говорю же тебе, а не Юрашин, тупица. Ты бы меня ещё Юдашкин назвал бы здесь. Я тебе сейчас брови повыщипываю. Что тут такое? Окей. Что ты мне даёшь, вот это? Меню. Меню. Что меню? Ну? Лук. Какой лук? Я что, Атлантику пересёк лука приехать пожевать тут у тебя или что? Нормальное что-то, что ты мне можешь предложить? Окей. Would you like some... Какой сам? А ты здесь зачем? Я что, сам в твоём меню рыться буду, что ли? Предложи покушать что-нибудь. Что? You can take sushi. Какие суши, Хрюши? Japanese. Кто жаполист? Ты что, охренел ты, Гомель? Ну, Гомель. Мигель. Мигель. А что, Мигель не может быть из Гомеля, что ли? Ну, Гома Мигель. Как Гома Мигель. Слушай сюда, Гома Мигель. Значит, принеси мне сало. Салады? Не салат, а сало. Сало. What is it? Ukrainian gold label принеси мне. Поним? И чёрный хлеб. Хлеб? Хлеб? Брэд. One bread. Не просто бред. Чёрный бред принеси мне. Чёрный? Как сказать-то? Ну, нигер бред принеси мне. You know, нигер, it's not correct. Говорить не политкорректно. Принеси мне афроамериканский хлеб. Понял? Афро-бородинский лучше принеси. Понял? Значит, давай. Сало, хлеб. Картошка в мундирах. Картошка? What is it? Potato. Potato, yes. Potato. Не просто potato. В мундирах. Как сказать-то, йоки? Принеси potato in smoking. Понял? You smoking potato? А что здесь такого? Мы все так в России делаем. Smoking potato. Только принеси большую тарелку. Понял? Большую. Бык. Кто бык? Ты. Что, если ем картошку в мундирах, то я бык? Принеси, значит, картошка, сало, хлеб, малосольных огурчиков, селедочки и водочки два по 100. Понял? No, no. Как ему объяснить, что русская душа желает? Макдональдс, знаешь? Yeah, Макдональдс. Вот принеси мне дабл-водка-меню. Понял? But here, no vodka, no vodka. Нет, водки, и не надо, у меня с собой вот что-лик вот здесь. Давай, крепни. За знакомство. I don't drink. Как не пьешь? Ты ж был в Артеке, ты ж сам говорил, а? Давай, крепни. А я тебе на утро рассол дам. Рассол? Russian national morning drink, а? Как тебе такой вариант? То пицца ты. Давай, крепни. За знакомство. Как тебя по-батюшке? Sorry? What is your father name? А-а-а, father, Pedro, 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 Pedro. Педра? Так чё ж ты молчал? Так ты Петросыч, получается? У тебя родственников в Болгарии нет, случайно? А, Мигель Петросович, ты. Кто ты по национальности? What is your, твой national? National. Спаньол. 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 Кто-то я смотрю, ты на меня преданными глазами смотришь. Ты кокер, Спаньол, или обычный? А, собака ты дикая. Давай хряпнем. No, no, no. Давай хряпнем. По чуть-чуть. No, no, no. Крапулечка. No, no. Пять капель. Пай в буль-буль, а? По буль-буль? Давай по писюсику, а? А? Потянешь писюсик. Писюсик? What is it? Писюсик. Тупая страна. Ну, как ему объяснить? Значение фразы потянешь, Писюсик. Давай тащи стаканы. Давай хряпнем. Тащи стаканы. А, глаз or two? Сейчас хряпнешь, будет у тебя глаз во рту. Давай. Давай. На, пей. Пей. Окей, окей. Молодец. Молодец. Сейчас я тебя снимать на телефон буду. Говори, I love Russia. Говори. I love Russia. Молодец. Говори, Путин is the capital of Great Britain. Давай. Путин, Путин? Конечно, кто ж еще? Говори, бош-придорок. Давай. Бош-придорок. Улыбайся. Please, please, please. No, stop. I'm really tired of you. I don't understand. Who are you? Who are you? Что? Ты меня хуайой тут пугать будешь? Я тебя сейчас напугаю. Иди сюда. Иди сюда. No, 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 no. Please, please, please. Stop, stop, stop. Please, please. Get out. Please. Get out. Хорошо, я уйду. Но я тебе такую антирекламу сделаю. К тебе сюда ни один русский больше не придет. Ты понял? Окей. Bye-bye. Кто? Bye-bye. Я тебе сейчас дан... Спасибо. Ну что, вы знаете, как обычно на любой пьянке третий тост за любовь, за женщин, а у нас за женщин. Третий раунд. Поехали. У следующих наших участников, честно говоря, есть преимущество. Ну, один из членов жюри пообещал им подслуживать. Я не скажу, кто это, ну, дабы сохранить интригу. Итак, встречайте. Гости из Луганска, ДТП. Добрый вечер, Киев! Ну же. Всем здрасте. Вы знаете, друзья, когда Владимир Даль впервые увидел Луганск, он сделал слово «сука» литературным. Ну и для начала представьте, парень, которому чертовски везет. Девушка, 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 а можно с вами познакомиться? Нет, не можно. Слава богу, слава богу. Представьте, в класс пришел новенький, который, ну, очень крут. Привет, я новенький! Мать и сын на рынке. Сын, глянь, какое платье красивое. Дорогое, да. Дорогущее! Ну потому и красивое, мать. Слышишь, сын, а давай ты на шухере постоишь, а мамка платье... И стекать. Ма, ну так нельзя. А шо ты? Сышь? Ма, ну шо сразу сышь? Воровать это плохо. Вот молодец. Вот молодец. Значит, не отцыгана. Блин, кто ж твой батя-то, а? Итак, представьте, парковщик, который подрабатывает акушером. Романтика по-лугэнски. Бэйба, бэйба, фифочка, цитатель грез юного парня. Я для тебя татуху сделал лицезрей. Ма-ри! Ты... На! Это не вся щедрость молодого индивида в эти лунные сутки. Вот тебе шоколадка. Прикольно. Только фольгу не выбрасывай. А ты чё, оригами занимаешься? Ну типа того. У нас на районе каждый вечер таких японцев человек 20 стабильно собирается. Чё, понравилась шоколадка? Понравилась. А ты не понравилась. Девушка приводит домой парня, но одна проблема, она живёт со своим дедушкой. Дорогой, тихо, 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 потому что я живу не одна, а с дедом. Кто? Дед, свои. Свои в 4.30 не приходят. Ты одна? Да, да, конечно, одна. То есть ты это, Мурло, за человека не считаешь? Имя, Мурло. Эдик. Еврей? Нет, русский. Все евреи так говорят. Говори, где танки. Я не знаю, где танки. Говори, где танки. Я не знаю, где танки. Собери, Седик. Говори, где танки. Где танки? Там. Расколол меня. Извини, а он всегда у тебя такой злой? Нет, он таким злым стал, когда ногу потерял. Так у него их две. Так не свою. О, Боже. Когда ты уйдёшь, Мурло? Сейчас чай попьём и уйдёт. Опять кипяток хлистать будете? Чё кипяток? Ну ты в прошлый раз так орала, походу, ногу ошпарил. Эх, говорила мне бабка. Вот умру, посмотришь. Умерла, посмотрел. Вы знаете, мне это всё надоело. Я просто от вас ухожу, от обоих. Дед, вот что ты за человек? Мне уже сорок. И я никак не могу построить семью. Из-за тебя. Даже этот от меня ушёл. Этот тебя ушёл. От меня не уйдёт. Иди сюда, Мурло. Друзья, ну и в конце хотелось бы всех вас пригласить к нам в Луганск. Потому что у нас в Луганске такая благородная земля. У нас недавно один депутат репу посадил. Так вот годы идут, а у неё репа всё растёт и растёт. Больцовский клуб ДТП. Спасибо. Спасибо. ДТП, Луганск. Спасибо. Жека. Естественно. Нахлынула ностальгия по родине. Ты знаешь, было. Было. Я просто не помню, когда я последний раз в Луганске был. Чё, так давно? Не, просто я когда в Луганске бываю, я потом вообще нихрена не помню. Понятно. Спасибо, Евгений. Спасибо, ребята. До следующей встречи у нас в Больцовском клубе. ДТП, Луганск. Знаете, ребята приехали сюда на самом деле с благородной целью насобирать денег и выкупить кашевого израста. Удачи. Дорогие друзья, следите за жизнью проекта в наших социальных сетях. Добавляйтесь. Будем дружить. Ну, а мы не будем останавливаться. Чего там? Четвертый раунд в Больцовском клубе. Дорогие друзья, сейчас буквально два слова, которые непонятно как рядом встали в одном предложении. ВИП Тернополь. Встречайте. ВИП Тернополь. Добрый вечер, Больцовки. Добрый вечер, Больцовки. Добрый вечер, Больцовки. Ну что ж, на сцене Тернополь. Будьмо, будьмо, будьмо. Гей, гей, гей. Поехали. Починаемо. Уявите собі такую ситуацию. Закохана пара гуляє по парку. Вот, я кручала. Я купила. Ого, пацанюрчик, пацанюрчик. Ди сюда, пацанюрчик. Опа, Оася. Що, парнирка, а что то? Твоей девчонке рук не може, а ты сумку несешь? Давай. Ди сюда, телефончик. Давай, давай. Телефончик, парнирка. Хто, блин, на жендий зал ходить? Хто, нахер, в це ходить? Давай, давай, давай. Що? Давай, давай. Йому тягла? Давай. Що? Що? Сидишь? Давай, 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 шо? Сидьш, сидьш, да? Сидьш. Я не думала, що ти секунду. Давай, давай, давай. Чо? Да, давай. Дай ему трохи тягла. Що? Боїься? Давай, давай, там что? Що то, пидішов, т? Н sauто, плюхує ему, да. Вот, так вот, н lemonade. Що, негодить ему дати, чи шо? Что? Не один? Что? Не можешь попить и идти ему дать? Что? Не один? Сейчас я. Сейчас. 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 Что? Не один? Надо бы дать ему. Давай, давай, давай. Сейчас дам. Сейчас дам. Сейчас дам. Да ну, у вас вы какие-то бешеные. Слышь, ты урод, сарах мою телку тронешь вообще урою. Кура! Едем дальше, друзья. Уявите собі випадок в ліфті. Чик-чик-чик-чик-чик. Ой, мужчина, мы в ліфті застрягли. Даааа! Застрягли в ліфті. Диспетчер, будь ласка, допоможіть, ми в ліфті застряли. Диспетчер, допоможіть. Алло, я вас слушаю. Допоможіть, будь ласка, ми в ліфті застряли. До мене пристає маньяк. Будь ласка, вытяните меня. Маньяк? Да, будь ласка, вытяните меня. А ну, включьте его до микрофону. Маньяк вас туда, до микрофону. Так, до швидше. Алло. Вітя, то ти? Я. З днем народження, сынку! Дякую, Батя! Друзі, всіх з вас бачили американські фільми, в яких грабують банк. Отож, уявіть собі звичайне пограбування банку. Так, всім нажати це пограбування! Лягай, я сказав! Бистро! Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Я же сказав! Бистро! У рівнобедренному трикутнику. Квадрат з сторони А плюс квадрат з сторони Б дорівнює квадрат з сторони С. Че, дебіл? Я вже сказав! Бистро! Блін, коли ж мені та геометрія знадобиться? Ну-ну-ну-ну! Друзі ваші, близько вам подобається! Дуже добре, їдемо далі. Отож, уявіть собі, проста звичайна українська сім'я. Ну, і де він ходить? Де той син твій ходить? Ти хоч би поцікавився, хоч би подзвонив, хоч би подзвонив і спитався, де твій син ходить? Я до нього дзвонив. І що? Він сказав, що знаходиться поза зоною досяжності. Поза зоною досяжності. Як я маю заснути? Як я маю заснути, коли дитини в хаті немає? Закрий рот і лягай спад. Ти думаєш, що так легко, та? Закрити рот і лягти спад. Ну, добре, я постараюся. Володька, Володька, полюбуйся. Син твій іде додому. Вставай. Вставай, давай, я не знаю. В мене вже терпіння нема до тієї дитини. Давай, давай, щось зрішай. Роби, щось зроби. Давай, відкривай ті очі свої. Давай, щось зрішай з тією дитиною. Бо я вже не можу, чесно. Ти розумієш? Закрий писок. Добре. Давай, давай, давай. Ну, я не знаю. Ти розумієш ти, син? Короче, сина. Ми тут з мамою порадилися. Так що... Ви чо, припухли на старі злітки ще? Я тільки недавно знав, коли день народження в нашого сусіда. А відповідно, його пароль до вайфаю. Так що я нікуди звідси не піду. І взагалі, нормальна сімійка. Як когось виганяти, то мене. А от батя, алкаш, а йому нічо. Вали. Давай. Що, фигирі твої, чи що? Нормально, блін. Ні, ну я розумію, я деколи можу прийти додому чуть-чуть п'яний. Ну добре, ну кожен день приходжу додому чуть-чуть п'яний. Ну ладно, да, кожен день приносять додому чуть-чуть п'яного. Але я не можу працювати охоронцем в Калютенка і не бухати. Тим більше, я заробляю основне бабло. Не то, що твоя безробітня мама. Вали. Ви що, припухли? Ти що, забув? Як я тебе додому кожен день трішки п'яного приношу. А за тебе в армії відслужила. Я готую, стираю, прибираю. І в кінці кінців я з тобою сплю. Удачка. Люд, так що ж ми робимо? Ми ж одна сім'я. Ми повинні любити один одного. Ми повинні піклуватися про один одного. Ось ти батько. Ти син. Ви ж як дві краплини води. Нафіг двоє. З вами було VIP Тернопіль. Любим, цілуєм, обнімаєм. Давай краще! Ви апі! Тернопіль. Спасибо. По старинке вопрос к жюри, если не против. Жека, как тебе VIP из Тернополя? Ох, прям VIP из Тернополя. Звучить, как олигархи из Житомира прямо. Сильные мира сего из Бердичева. Прикольно, спасибо. Молодцы. Спасибо. Это было мнение селебрити из Луганска. Спасибо, ребята. До встречи. Аплодисменты ребятам, которые приехали в Киев со своим самоваром. Кстати, самовар зовут Татьяна. А вместе они VIP Тернопіль. Вашу пачки скажи, як вам Тернопіль. Ва, супер, молодцы. А все, тихо! А все, тихо! Ну, классно, ладно. А все, тихо! Вообще очень классно. Вообще, вообще, вообще как. Ребята, ну что, давай запишем интервью. А вот... Нет, в садах ещё все. Все записали? Все записали. Все записали. Что за пальцами? Все, 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 ты за безнайся. Все. Все. Вей Питернопіль. Ну а мы продолжим, и у нас раунд гостей И прежде чем объявить Немножко предыстории Знаете, когда эти ребята уехали с Урала Там резко упала рождаемость Зато она подросла в поезде Москва, Челябинск, Киев Встречайте, уездный город! Уезд, уезд, уездный город! Уезд, 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 уезд Добрый вечер, прекрасные дамы Здрасте Нам сказали, что в зале будут очень молодые девчонки Поэтому самое время поговорить о школе Знаете, это вот Саша Вы знаете, в школе Саша рос очень болезненным мальчиком Ну было, было Он так часто болел в школе, что родители даже не хотели скидываться на выпускной вечер Да жаль один раз, что ты начинаешь так, ё-моё Зато теперь вырос крутой парень Когда он приходит домой в плохом настроении Жена не знает, что важнее Поэтому просто голая ложится в пельмени И всё Это Саша поаплодируйте Это Жень Вы знаете, а вот Женя в школе был очень старательным мальчиком Да уж Он выше всех в классе тянул руку Он так высоко тянул в классе руку, что попадал в жопу мальчику, сидящему на этаж выше Это Женя Можно ему поаплодировать? Ну, друзья, а это Серёжа Вот ему точно можно поаплодировать Вы знаете, Сергей учился в такой неблагополучной школе, что аттестат ему выкололи прямо на спине Ну что самое интересное, друзья Мы все учились в одной школе И в нашей школе, между прочим, работала самая похотливая учительница Фразу «Я одна, а вас вон сколько?» Она говорила с особым наслаждением И вообще Наши учителя Учительницы, скажем точнее Любители частенько заглядывать на уроки труда Примерно вот так Так, дети, присели Что за шум? Все, успокоились Приготовили инструменты, пожалуйста Все в порядке Так, Женя, кашевой Что ты опять технику безопасности не соблюдаешь, но Посмотри на Диму Калиденко, он постоянно в берете и в токарных очках Вот Да, тихо, я сказал, за беспорядок буду наказывать каждого Александр Геннадьевич Журнал Да, Сергей Здравствуйте Здравствуйте, между прочим, завод зашла Встали все, понятно Не, 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 не надо, ну что вы Не надо Александр Геннадьевич Да Отдайте мне, пожалуйста, двух мальчишек Евгения Валерьевна, у меня сегодня, понимаете, девятый Б Как бы Одни девочки, понимаете, сегодня Ну, мне нужно двух мужчин, покрепче желательно А, понял, 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 покрепче мальчик Я так понимаю, что что-то тяжелое перенести надо Ага Разлупу А представьте на одну секунду Если бы наши учителя зарабатывали столько, сколько они хотели бы Здравствуйте, дети Кто сегодня дежурный? Кошевой На, припаркуй Представьте себе в этой ситуации Трудовик и литераторша в ресторане Добрый вечер Вы знаете, молодой человек, мне кажется, ваша дама сегодня слегка перебрала Нет, нет, что вы Она просто плохо видит Меню И вообще, вы знаете, в начале учебного года, в начале учебного года Директор нашей школы всегда говорил Ребят, кто закончит школу на пятерке, тот попадет в рай Кто закончит школу на двойке, тот попадет в ад Толстый все время поднимал руку и говорил Скажите, вообще реально нашу школу живым закончить? Спасибо Это был уездный город Парни, которые любое шоу могут сделать юмористическим Может быть, поэтому их никогда не зовут на передачу «Жди меня» Но мы продолжим Я смотрю на жюри И чувствую, что они готовы назвать победителя Смотрю на Каролину с Васей Они подкрасили губы, а значит, чувствуют, что кого-то сегодня поцелуют Поэтому Тех, кто ожидает и тысячу долларов, и поцелуй наших королев Я хочу под ваши аплодисменты пригласить на эту сцену Для вас сегодня юморили ДТП «Луган» Виапи «Тернополь» Макс Ляховецкий «Лесищан» И «Триот-идиот» «Смолен» Ну что, бойцы в ринге Давайте послушаем, что скажет жюри Сань Чуть-чуть ДТП не дотянуло до ВИПа Все-таки победу отдаем ВИПу Спасибо, Александр Ну, то, что ты к себе на В, это уже настораживает Гарик Ну, я, собственно, намекну, кто, по моему мнению, победил Було особливо смешно, коли одна девчина так прогоняла декілька хлопців Захватил, но так правильно получилось, мне здаяться Теперь спасибо, Виталька, спасибо Дима Да ВИП, 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 Тернополь Все понятно, Евгений Раз все понятно, что ты ко мне обращаешься? По-нашему, по-нашему По-нашему? По-простому, да Ну что, ты еще долларов забирай, дайди в свою жизнь ВИП, ВИП, Тернополь Обладатели тысячи долларов и победители сегодняшних боев Поздравляем вас, ребята Вот они, счастливые обладатели тысячи долларов Хрустальные совы или что там еще можно купить на эти деньги Ну, а кто сегодня пойдет целоваться на места для поцелуев, конечно, расскажет Артем Ты знаешь, Степ, у нас сегодня беспроигрышная акция. Тот, кто поцелует Каролину, получит поцелуй от Васи абсолютно бесплатно. Я догадываюсь. Ну и я приглашаю сюда, ко мне, VIP Тернопель. И для них у меня специальная акция. Ребята, сюда, Таня, пойдем ко мне в гримёрку. А мне остается только позавидовать. В смысле, позавидовать. Пригласить вас в следующий раз, буквально завтра. Ждем вас в Бойцовском клубе. Пока, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова